Расширяя границы, в Чувашии подвели итоги сотрудничества с Республикой Беларусь за 9 месяцев. 2020 года. Народное голосование. 4 ноября прошло обсуждение по благоустройству исторической части Мринского посада. Итальянские страсти. 20 ноября в Чубаксарах откроется международный оперный фестиваль. В 2020 году товарооборот между Чувашией и Республикой Беларусь снизился. Эксперты считают, что повлияла эпидемиологическая ситуация. Сегодня в Доме правительства прошло заседание рабочей группы по расширению сотрудничества двух республик. Обереспублики заинтересованы в сотрудничестве, подчеркнули на совещании. Основные направления – поставка сельхозтехники, промышленной продукции, культурный обмен, взаимодействие в сфере образования. В доле экспорта промышленной продукции Чувашской Республики вы занимаете практически пятую часть, 21,5%. Из 200 миллионов долларов регионального экспорта доля поставок в Беларусь составляет 42,9 миллиона долларов. Да, мы видим, как вы сказали уже, Павел Николаевич, есть небольшой спад внешнего торгового оборота за 9 месяцев. Причина объективная. Надеемся, что тренды будут скорректированы в ближайшее время. Республика Беларусь является стратегическим партнером для нас и в плане экспорта, и в плане импорта. Сейчас активно развивается двустороннее сотрудничество в аграрном секторе. В Чувашию по выгодным программам лизинга поставляются зерноуборочные комбайны, ведется испытание белорусских сортов сельхозпродукции. На дорогах республики можно встретить пассажирский транспорт Минского автозавода. Беларусь покупает у нас минеральные удобрения, запчасти и комплектующие для текстильной промышленности продукцию компании «Гален» и завода имени Чапаева. На совещании отметили, что значимым фактором, сдерживающим развитие торгово-экономических отношений, стало отсутствие очных встреч бизнес-кругов обеих республик. В прямых взаимоотношениях пока некий спад, но с другой стороны у нас появилась и новая такая линия во взаимных отношениях, когда не напрямую, а втроем или там три стороны мы с вами участвуем это через Уфимский троллейбусный завод. Мы почти на 13 миллионов долларов сейчас закупаем троллейбусы для нужд чувашского пассажирского транспортного предприятия. И здесь, я знаю, совместно с белорусскими коллегами идет очень тесная работа. Олег Николаев от имени правительства Чувашии выразил готовность к преодолению внешнедоргового спада. И для этого необходимо использовать все возможности сотрудничества. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии впервые собрали урожай мини-клубни и картофеля, выращенного в пробирках, в лаборатории микроклонального размножения с новыми технологиями. Ознакомился глава республики. Температура плюс 21, влажность, освещение, микроклимат, специальные питательные вещества. Это необходимо, чтобы вырастить картофель в пробирке. В таких идеальных условиях урожай можно получать несколько раз в год. В теплице так и планируют работать. К технологии выращивания из мини-клубней здесь шли несколько лет. Это третья теплица в России, которая имеет такие возможности. Экономическая эффективность, конечно, чтобы не раз в год использовать теплицу, а постоянно. Всего лаборатория агрофирмы может производить до 100 тысяч микрорастений в год. Причем посадочный материал отличается отменным здоровьем, если так можно сказать про картошку. Самый главный момент, то что мы когда завозили болезни, бактериалку очень много шло, потому что из Голландии особенно у нас были большие проблемы, мы земли загрязняли. Вообще, конечно, и импортозамещение, это модное слово, но экономика самое главное и болезни не будем возить. Вот это самые главные две составляющие, которые важны для нас и для других производителей картофеля. Мы спокойно можем элиты здесь снабжать и Чувашскую республику, и даже соседние регионы. Глава Чувашии ознакомился с новыми технологиями и провел в Комсомольском районе совещание с руководителями ведущих картофеля производящих хозяйств республики. Обсудили состояние отрасли и перспективы развития семеноводства. Олег Николаев подчеркнул, что республика будет поддерживать предприятия, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. На эти цели в бюджете заложено 120 миллионов рублей. Обеспечение школьников начальных классов качественным горячим питанием – главная задача правительства. Пока дети отдыхают на каникулах, в учебных заведениях Чебоксар проходят семинары-практикумы «Организация горячего питания в школе». В центре внимания сегодня формирование полезного школьного меню, финансовый механизм организации питания и техническое оснащение пищеблоков. По проведению вот таких семинаров по практику, Чувашия – единственный регион, который вот как раз по инициативе вашей, Алла Леонидовна, изначально принял такое решение, что для того, чтобы выполнить все задачи, которые ставятся сейчас на уровне президента и правительства, сделать это единообразие, убрать какие-то ненужные, может быть, виражи, которые не экономят деньги, время. Ряд чебоксарских школ приняли в своих стенах коллег из районов республики. Их задача – рассказать, как организовано питание в их учебном учреждении. Мы уже давно наладили работу. У нас между образовательными учреждениями был такой внутренний контроль. И в этом плане мы простроили нормативно-правовую базу. Мы сегодня понимаем, как вовлечь родительское сообщество в контроль за питанием. Для закрепления полученной информации важна практика. Комбинаты питания показали, как правильно и полезно готовить еду для школьников. Посыл, конечно, практически на примере показать и научить. И только после этого проводить выездные проверки, смотреть, как организовано на местах питание детей. Ведь очень важно, чтобы каждый деталей это понимал. Очень много раз можно сказать, очень много документов можно выпустить. Но когда завпроизводство районной школы приехало и вместе с поварами, и с Роспотребнадзором один раз приготовили, то тогда, конечно, это становится уже хорошей практикой. Мастер-классы проходят в 25 чебоксарских школах. В них принимают участие все 413 образовательных организаций региона. Инна Сапотапова, Регина Кубайкина, Сергей Копеев, Республика. За последние сутки коронавирусом заболели еще 63 жителя республики. Зарегистрированы три летальных случая. Вылечились 39 человек. Для того, чтобы предотвратить распространение вируса людям старше 65 лет, рекомендовано исключить посещение общественных мест. Волонтеры штаба «Мы вместе» вновь приступили к работе. В их помощи нуждаются пожилые и маломобильные люди, которые со 2 ноября должны соблюдать режим самоизоляции. Добровольцы доставляют им продукты и лекарства. За помощью можно обратиться по телефону плюс семь восемьсот двести тридцать четыре одиннадцать. Напомним, противоэпидемиологические меры приняты на всей территории республики, чтобы уменьшить риски заболеваемости коронавирусом граждан старше 65 лет и лиц с хроническими болезнями. Соответствующие изменения в указ от 20 июля внес глава Чувашии Олег Николаев. Ограничения действуют до особого распоряжения. 4 ноября, в День народного единства, прошли народные обсуждения по благоустройству исторического центра Мариинского посада. Развивать город планируют, ориентируясь в первую очередь на туристическое направление. Проект Мариинского посада веков «Связующая нить» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Концепция преображения Мариинского посада – живой документ. Свои предложения может дать любой горожанин. В этом городе прошли, наверное, впервые общественные слушания, в которые были вовлечены совершенно разные категории людей, разных возрастов, разных профессий. Жители и гости морпосада, люди, которые приехали из соседних регионов, как, например, одни из архитекторов. От жителей города прозвучали предложения по укреплению береговой линии рядом с причалом и запуску туристического автобусного маршрута. Также поступили пожелания озеленить прогулочное пространство и предусмотреть торговые ряды для ремесленников. Сюда, к набережной. Вот здесь вот тоже свободен участок. В преображение Мариинского посада входит не только эстетическое благоустройство улицы Набережной, но и формирование новой культуры поведения населения через причастность к преобразованию. Эксперты оценили потенциал города. Любой турист, приезжающий в этот город, он с таким же положительным эмоциональным насыщением уезжает. Единственное, что, конечно же, город требует инфраструктурного развития, создания более комфортных, безопасных условий. Соответственно, наша задача как раз таки в этом заключается. В условиях коронавирусной инфекции многие предприниматели потерпели большие убытки. Если они не смогут работать дальше, это существенно отразится на экономике Морпосада и ограничит возможности преобразований. Ведь именно малому и среднему бизнесу предстоит развивать туристическую инфраструктуру. Кафе, сувенирные магазины, мини-гостиницы, экскурсионные маршруты и тому подобные услуги. Поэтому встал вопрос и о поддержке предпринимательства. Оказаны региональные меры поддержки. В частности, была предоставлена отсрочка и рассрочка по уплате налоговых путежей. Те организации, которые реализуют проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей, получают отсрочку на уплату налога на имущество на 50%. Сейчас перед городскими властями стоит задача разработать концепцию, которая учтет все озвученные на общественных слушаниях пожелания и в перспективе станет основой технического задания. На следующий год планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации проекта по преображению исторической части города Мариинский пассад. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Очистка пруда, ремонт водопровода, обустройство общественного пространства. Это и многое другое стало возможно благодаря программе инициативного бюджетирования. На 2020 год Хачашевское сельское поселение Ядринского района запланировало два проекта. Водопровода в деревне Тукасы с момента прокладки в 1970 году ни разу не ремонтировался. 50 лет – срок большой. Понятно, что работала система из последних сил. Сейчас новые провели, а этот до этого. У нас часто ломался без воды, даже в соседние деревни ездили за водой. Но сейчас мы, можно сказать, попали в рай уже. Так что у всех дома уже делают даже санузлы, водонаграбователи стоят. Следующий проект – очистка пруда в деревне Алешкино. Подрядчика уже выбрали. Со следующей недели начинаются работы. Этот пруд для нас, для наших жителей деревни Алешкино очень важен и большое значение имеет в жаркую погоду. Тут мы все грядки поливаем. И в целях пожарной безопасности этот пруд очень важен для всей деревни. На этом у нас проект рассчитан на миллион двести. В том числе 400 тысяч у нас помогает колхоз и население собрало 93 тысячи. Окончание работ по очистке пруда запланировано на конец ноября. А в сельском поселении уже строят планы на будущее. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. 20 ноября в Чубоксарах откроется международный оперный фестиваль имени народного артиста СССР Максима Михайлова. Этот год для культурного форума юбилейный. Фестиваль пройдет в 30-й раз. Широко известный праздник музыкального искусства будет посвящен столетию образования Чувашской автономной области и соберет на одной сцене гостей из разных уголков страны. В репертуаре четыре постановки. Капулетти, Мантеки, Аида, Балмаскарад, Реквием и заключительный галоконцерт. На этом оперном фестивале, ну, понимаете, вы увидите итальянскую оперу. Это такая редкая возможность, когда итальянская опера собирается в один такой короткий период и все самое интересное можно посмотреть и в одном месте. Да еще есть приглашение достаточно именитых мастеров из ведущих театров страны. Конечно, для безопасности посетителей театра будут приняты все меры предосторожности. Заполняемость зала не более 50%, санитайзеры, социальное дистанцирование и наличие масок обязательны. Приобрести билеты ценители искусства могут уже сейчас. Ольга Семенова, Александр Отюков, Республика. Школьник из Чубаксар стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в Артеке. Проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Игорь Александров, десятиклассник 56-й школы и воспитанник Чубаксарского кванториума, стал лучшим среди ребят со всей страны в номинации «Расскажи о главном». Он получил денежный приз в размере 200 тысяч, который сможет потратить на оплату образования. Бонусом являются и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Микрорайон «Солнечный» – одна из самых стремительно развивающихся территорий города Чубаксары. На сумму почти 1 миллиард рублей возводится жилье в районе при поддержке Сбербанка. Об этом вы узнаете сразу после выпуска программы «Республика». А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашии». Группа компаний «Удачи» является лидером масштабного строительства и входит в топ-3 застройщиков Чувашской республики. За пять лет в микрорайоне «Солнечный» построено 14 домов. В 2020 году совершено 800 сделок на сумму 1 миллиард 200 тысяч рублей, а в 2019 – 500 сделок на 1 миллиард рублей. Главное достоинство этого жилого района – это доступность по цене и порядку оформления квартир, и комфортность проживания, учитывая его местоположение и качество нашей работы в строительстве. Группа компаний «Удачи» – главный застройщик «Солнечного», финансово устойчивый и надежный партнер Сбербанка. Банк профинансировал четыре строительных проекта общей площадью около 40 тысяч квадратных метров на сумму почти 1 миллиард рублей. В 2020 году более 800 семей купили квартиры в группе компании «Удачи». Сбербанк это финансирует, и 1 миллиард 200 миллионов рублей аккумулированы на счетах «Искрова». Счета «Искрова» – это защита, гарантированная законодателями. Все вложения сохраняются, и каждый дольщик своевременно получит свою квартиру. Квартиры в «Солнечном» можно подобрать различные планировки – однокомнатные от 1 миллиона 424 тысяч и двухкомнатные распашонки с гардеробной от 2 миллионов 348 тысяч. Тем, кто хочет заехать в квартиру с ремонтом, дизайнеры бесплатно изготовят индивидуальный дизайн-проект. В доме имеется собственное автономное отопление с индивидуальными счетчиками тепла. Здание выполнено из современных трехслойных стеновых панелей с тепло- и звукоизоляцией. «Квартиру в районе «Солнечном» можно купить с помощью материнского капитала. Его используют в качестве первоначального взноса, либо досрочного погашения кредита. Также мы представляем рассрочку. Также у нас можно использовать сертификаты жилищные на покупку квартиры. И мы принимаем ваше вторичное жилье для рассмотрения в качестве полной, либо частичной оплаты на новую квартиру в районе «Солнечном». Молодая семья Поркиных переехала сюда еще год назад. Артема и Алену привлек простор и свежий воздух в сочетании с инфраструктурой. В феврале 2020 года в «Солнечном» открыли детский сад с бассейном «Лучик» на 250 мест. Уже началось строительство еще одного на 110 мест. Активно ведется строительство двух торговых центров. Также в районе уже функционируют магазины и салоны красоты. В проекте школа на 1100 учеников. В прошлом году открыли дорогу «Солнечный бульвар», по которому запущен 35-й маршрут. Все для удобства жителей. Почему я выбрал именно здесь? Здесь новые детские площадки, так как это нужно моему ребенку. Свежий воздух и нет, я бы сказал, городской суеты. То есть тишина, нет шума машин. Тут очень классные цены на квартиры. Тут очень новый, красивый, хороший район. Рядом лес. Это самое то, что нужно для молодой пары. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и удачное расположение домов с видом на лес делают район «Солнечный» одним из самых привлекательных в городе. Записаться на экскурсию и получить консультацию вы можете каждый день.